всем привет мы в городе кемер регион анталия вот находимся в лесу здесь такая пешеходная тропинка сейчас попробуем по ней пройти посмотреть что из себя представляет то есть нам нужно будет подняться вот на гору которая отделяет кемер и кириш вот в таком лесу указатель 5 километров до кириша и вот такой лес и пешеходная тропинка люди здесь ходят скандинавская ходьба у них вот сейчас мы посмотрим сможем ли мы дойти до самого верха на обзорную площадку и посмотреть что там есть у нас так вот мы поднялись наверх почти но это где-то середина пути вот такой вид открывается на горы и на кемер и вот такой вид на марину тропинка идет в сторону скажем так побережье они в противоположную сторону в сторону дороги вот куда она заведет как бы непонятно ну сейчас пройдем посмотрим какой у нас конечный путь будет вот Продолжение следует... Продолжение следует... И, наверное, бельдиби, и гайнюк за деревьями. Кимер сверху. Все просто очень-очень красиво. И вот лагуна видна. А нам предстоит движение вон дальше вверх. Вот мы добрались до самого верха. Короче, в эту сторону Кимер у нас. Вот так вдалеке находится. Вот. Здесь такая развилочка. Челиш. Показана тропинка. Идет это вот на обзорную площадочку. И дальше тропиночка идет с такими указателями Кириш. Ну, соответственно, здесь спуск горы будет и в поселок Кириш. А мы пойдем на обзорную площадку. Посмотрим, что там из себя представляет она. Еще немножечко. Рывок. Конечно, если человек не подготовленный к пешим переходам. Вот. То, конечно, я лично не рекомендую вообще, в принципе, сюда подниматься. Потому что здесь, конечно, очень тяжело. Крутые подъемы. Вот. В ноги сразу же попадает молочная кислота. Естественно, просто у тебя ноги начинаются под конец. Не слушаться идти. Надо постоянно метров проходишь. Метров пятьдесят. И хочется сделать перевальчик. Посидеть, отдохнуть. Ну, вот. Дошли. Сейчас дальше до площадочки рванем. Посмотрим, что там есть. Вот одна из обзорных площадочек. Вот с таким видом на кемер. Гайнюк, бельдивия и так далее. Марина. Вот такой замечательный вид. А мы двигаемся дальше на гору. Смотреть, что там еще есть интересно. Виды, конечно, здесь просто офигенные. Кемер, как на ладони. Кайнюк. Бельдиби. Даже вот всю Анталию практически видно. Находится в небольшой дымке. Но все равно очень даже видно хорошо. Я думаю, кто здесь что грызет. А здесь козочка. Бегает черная коза. Я так думаю, что здесь их куча. Травку жрут. Ну что, вы не поверите. Ну, я добрался до вершины. Вот она вышка стоит на горе, которая по тропиночке с Кемера. Вот впереди там гайнюк видно. Звуки звучат. Вот гора, выступ. Это Кириша. Вот внизу лагуна, которая в Кемере. Вот такая она. Вдалеке, как на ладони Анталии. А здесь получается Кириш. Вот в эту сторону. Сейчас мы еще сходим наверх. Посмотрим, что у нас на самом верху находится. Вот мы наверху. Здесь флаг Турции. Какая-то организация, наверное, скорее всего сотовая компания. С этой стороны у нас Кириш. Чам Юра и Токерова. Чам Юра. Вот она расползлась вдоль речки. Вот речка крупная. И вот она. Фактически с той стороны. Ну, чтобы было понятно. Вот речка идет. Вон там большая речка, которая сейчас высохшая. Вот до нее это Кириш. После Нивио Чам Юра. А в самом конце это Токерова. Второе. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, теперь держим путь домой Вот дорога теперь ведет вниз Здесь она как бы для машин Машин предназначено в том числе проезд Вниз уже не так тяжело, как вверх С другой стороны, с этой стороны уже солнышко достаточно высоко встало И как бы подогревает немножко Когда сюда поднимался с стороны Кириши, я был в тени вот этой горы Было достаточно прохладно на улице Но было все равно жарко поднимается В гору все-таки достаточно высокая высота 230 метров над уровнем моря И достаточно тяжело подниматься Конечно, лучший вариант был пойти, наверное, вот по такой дороге Хотя она и тоже подъемчик, и тяжело Но она во всяком случае ровная Не как камни, которые перепады где-то приходилось вверх практически подпрыгивать Вот по прямой дороге более ровно и более удобно идти вверх Вниз, конечно, уже на любителя можно и по тропе такой спуститься Но я бы все-таки рекомендовал перемещаться по более прямым дорогам Вот Те, кто, конечно, хайкингом занимается Те, конечно, будет очень хорошая прогулка Чтобы было понятно, с горы выйти на развелку На развелку, где в Кимер и Кириш Это надо вот вышка у нас стоит За вышкой надо немножко пройти Вот так сбоку И вот здесь начинается уже тропа непосредственно Она достаточно так явно выражена, натоптана И там будут указатели стоять На камнях написано краской В какую сторону Кимер, в какую сторону Кириш Ну, в принципе, там и так будет все понятно А мы сегодня уже спустимся обратно Дороги Так сказать, расслабимся после бурного проведенного утра Конечно, природа просто офигенная Просто нету слов В лесах войны Просто такие прекрасные Шишки Воздух просто, просто великолепен Конечно, идти гулять в стенечке, когда в принципе не особо и жарко Такой ветерочек небольшой, прохладный Просто великолепный Вот спускаемся по грунтовой дорожке И вот такие вокруг красоты Просто кайф Просто посмотрите, какой кайф Хвойные деревья Впереди море голубое Причем Цвета такого, блин, прямо Голубого-голубого Небо чуть посветлее Просто неимоверная красотища Даже вон Анталию видно Впереди Просто неимоверная красота Шишек сколько Или только вот виды, посмотрите, какие Вид Кириши Чам Юры Такой вид Самой горы Такой спуск Море Просто красотища Еще немножко красоты Вот такой Вперед Вот такой на этом всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал всем всего хорошего